Ёлочные базары в Мытищах распределились практически у всех крупных торговых центров и магазинов округа. На каждую точку реализации продавцы заводят до 200 зелёных красавиц. Среди них ели, сосны и пихты. Данная пихта скандинавская. Сродни пихты датской, пихты русской. Голочки большие, долго не опадают. Приятный запах. В принципе, пышная крона. Скандинавская пихта и вправду хороша. Густая, глубоко зелёного цвета красавица. Невозможно отвести глаз. Среди представленных на базаре ёлок можно найти американскую голубую, датскую, ну и, конечно, русскую. Эти супруги ежегодно украшают свой дом в Новый год только живой елью. Поэтому, как выбрать её, знают точно. Чтобы более густая, не однобокая. Я вот ещё посмотрю, которую вы показали. Ну вот так, как вам это, нет? Ну вот так вот. Супруга у вас выбирает? Супруга, самый главный человек, естественно. После того, как выбор сделан, ёлку в специальном тоннеле упакуют в сетку, чтобы покупателям было удобнее её нести до дома. Настроение в преддверии главного праздника у жителей округа уже новогоднее. И они не упускают возможности поздравить телезрителей с наступающим. Желаю всем жителям Матища и всего округа действительно хорошего Нового года, чтобы, дай бог, чтобы цены остановились. И чтобы у всех было молодых людей работа. Тогда нам, старикам, легче будет. На соседнем ёлочном базаре также представлен большой ассортимент зелёных красавиц. Ёлки разного роста, пышности и оттенков. А вот на что обращается внимание в торговой части? Не знаю, мне сосна нравится. Действительно многие отдают предпочтение именно сосне. В первую очередь из-за невысокой цены. У неё, в отличие от ели, тонкие и длинные иголки. Поэтому выглядит она более пушистой. Самым дорогим новогодним деревом считается пихта. У неё довольно длинная и пышная хвоя, насыщенная зелёного цвета, которая к тому же почти не колется. Поэтому наряжать это дерево – одно удовольствие. А ещё пихта живёт в домашних условиях дольше, чем ель или сосна. А у вас в основном представлены отечественные? Отечественные, конечно. Люди больше интересуются отечественными. Как бы традиции Новый год, чтобы запах новогодний был в нашей ёлочке. А вот слева от меня вот это вот какие ёлочки здесь представлены? Слева вот как раз датские ели. Очень хорошее дерево. Не колется совершенно. У кого маленькие детишки, вот предпочитают такие выбирать. Стоят очень долго. Месяц-два ни одной иголки с неё не падает. Стоит отметить, что отечественные ёлки стоят раз в 3-4 дешевле, чем привезённые из других стран. Поэтому рассчитывайте свой бюджет заранее. Когда выбор сделан, лесную красавицу нужно поставить дома на день-другой в прохладное место, а потом уже заносить в тепло. Так после улицы она сможет отогреться и полностью распушить свои иголки. Ухаживайте за деревом. Поставьте его в ведро с водой или землёй. И попрыскайте крону, чтобы хвоя как можно дольше оставалась свежей и ароматной. Перед покупателями стоит большая задача. Какую же зелёную красавицу выбрать? Отечественную или иностранную? Но совет очень простой. Ёлочка должна вам просто понравиться. Алла Сталаева, Денис Петров. Информационная программа «День». «День». День».